Его фильмография насчитывает не один десяток работ. В свое время он стал настоящим секс-символом в СССР. Сочетание спокойной мужественности и интеллигентной мягкости, правильные черты лица и атлетическое сложение, все это заставляло биться женские сердца чаще. Герой нашего выпуска – талантливый советский и российский актер театра и кино, народный артист России Игорь Костолевский. Шалом! С вами Лена Музык. Игорь Костолевский родился осенью 1948 года в Москве. Мальчик рос в обеспеченной еврейской семье. Его отец Матвей Матвеевич занимал должность начальника экспорт-лес. В детстве Костолевский был непослушным ребенком и часто хулиганил. Об этом актер рассказывать не любит, а журналисты попросту не верят, что парень из столь интеллигентной и зажиточной семьи мог приносить столько проблем родителям. Однажды в возрасте пяти лет мальчик дорисовал цифру пять на чертеже брата Валерия, который целыми днями работал над проектом и мечтал получить высший балл. Шутку брат не оценил и пришел в дикую ярость. Со школы у Игоря также и все было не слишком гладко. Мальчика нередко выгоняли за плохое поведение и проделки, доводившие учителей до белого коленя. Когда пришло время выбирать профессию, родители настояли на получении серьезной специальности, которая могла бы в будущем открыть их чаду двери в большой мир. Парень, сначала проработав два года испытателем, поступил в Московский инженерно-строительный институт. Впрочем, здесь его дела пошли немного лучше, чем в школе. Через два года его биография круто изменилась. Молодой человек покинул институт и отправился покорять театральное училище. Подобное решение пришло в голову Костолевскому после того, как любимая девушка сравнила его с Сергеем Есениным и убедила, что с такой внешностью он непременно должен стать актером. Стремясь поразить избранницу, Костолевский подал документы в школу-студии МХАТ. На экзаменах он чрезвычайно волновался, театрального опыта не имел и выучил всего одно сочинение. Чтобы справиться с нахлынувшей паникой, Костолевский стал снимать себя одежду и очнулся только, когда экзаменатор поинтересовался, не перепутал ли абитуриент институт с баней. Будучи актер, взял себя в руки и на одном дыхании прочел подготовленное произведение. Увы, парню предложили попытать счастье в следующем году, но Игорь не отчаялся и подал заявление в ГИТИС, где стал студентом в 1969 году. Уступление Костолевский скрыл от родителей, и когда мать и отец узнали, что их сын учится на актера, пришли в ужас, но ничего не могли поделать со своевольным отпрыском. Одного из лучших выпускников ГИТИСа с распростертыми объятиями ожидали многие театры столицы. Но Костолевский решил связать свою жизнь с Маяковским академическим театром, где художественным руководителем был его педагог Андрей Гончаров. С режиссером у артиста сложились противоречивые отношения. Если другие режиссеры видели в молодом Игоре Матвеевичу образ лирического, романтического героя-красавца, то Гончаров упорно давал ему комедийные, острохарактерные роли. Сам же актер с горечью вспоминал об игре в выпускном спектакле «Дикарка», где ему досталась серьезная возрастная роль, которая принесла немало удовольствия. Когда Костолевский стал сниматься в картине «Звезда пленительного счастья», Гончаров часто отказывался отпускать его на съемки, будто бы ревнуя потенциальному хиту советского кино. Дебютной ролью Игоря Матвеевича в кинематографе стал безымянный студент МАИ из кинокартины «Семья как семья», которая вышла в 1970 году на большие экраны. Юный актер был частым гостем киностудии «Ленфильм» и однажды в коридоре увидел дверь с надписью «Звезда пленительного счастья». Парень поинтересовался у ассистентки содержанием фильма и, услышав про декабристов, сказал пророческую для себя фразу «Я буду сниматься там». Прорывная в творческой биографии картина сделала из Игоря Матвеевича звезду советского кино и подарила ему амплуа романтического героя обаянием и внешностью покорившего миллионы женщин по всей стране. Игорь Костолевский снимался вместе с Ириной Купченко и Натальей Бондарчук. Позднее стало известно, что их кандидатуры пришлось отвоевывать для участия в киноленте. Сюжет «Звезды пленительного счастья» во многом соответствует описаниям из романа Александра Дюма «Учитель фехтования», поэмы Николая Некрасова «Русские женщины» и других произведений. Премьера киноленты не прошла неотмеченной. Критики ссылались на бурные эмоции, которые она вызывала. По словам режиссера, драму не разрешали снимать долгие годы. Но круглой дате 150-летия восстания на Сенатской площади Владимир Мотель решил отправить заявку. Его сценарий утвердили на Ленфильме, но финансирование урезали до полутора миллионов, то есть два раза. Сейчас фильм входит в картотеку лучших кинолент СССР. За три года до успеха «Звезды пленительного счастья» Костолевский появился на телеэкранах в картине Станислава Ростоцкого «О зоре здесь тихий», где ему досталась роль друга Сони Гурвич. Особенность персонажа заключалась в том, что у него почти отсутствовали слова. Зато было много немых сцен, крупным планом. Самое важное значение в таких сюжетах имела игра глаз. Молодому актеру успешно удалось воплотить созданный режиссером образ. Яркой ролью Костолевского стал Марин Мирою из картины «Безымянная звезда». Премьера картины состоялась в Московском доме кино. Участники ленты не получили наград, но на кинофестивале фильм все же был отправлен. Тогда Костолевскому узнали в Румынии, где он стал национальным героем. А вот франко-румынская версия этой картины в стране успеха не имела. В 1989 году на экраны вышла детективная лента «Тегеран-43», расширившая границы амплуа Игоря Матвеевича. Из романтического персонажа он превратился в героического разведчика, мужественно проходящего через тяготы военного времени. Для достоверной игры актеру представилась возможность познакомиться с реальным прототипом персонажа Геворком Вартаняном. Примечательно, что картина была снята вместе с зарубежной студией и легендами французского кино Аленом Делоном, Курдом Юргенсом и Клодом Жадом. В дальнейшем артист продолжил сниматься в картинах детективного жанра, которые привлекали его еще в детстве. В камплуа героя романтика добавились и отрицательные роли, хотя этого нельзя сказать обо всех его персонажах. В 2008 году фильмография Костолевского пополнилась мелодрамой «Время счастья», где ему достался интересный персонаж, разведенный профессор-гинеколог, у которого давно налажена одинокая жизнь. В кинорепертуаре актера есть и классика. В 2014 году он сыграл Степана Трофимовича Верховенского в экранизации романа Федора Достоевского «Бесы». Четырехсерийный фильм был отмечен на 15-м международном телекинофоруме «Вместе» и получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал». Кстати, актеру даже поступали предложения из Голливуда, например, сняться с Брюсом Уиллисом в «Крепком орешке», но он отказался, назвав сценарий полной клюквой. В 2006 году голливудский режиссер румынского происхождения Роберт Дорнхельм пригласил Игоря Костолевского на роль царя Александра I в телесериал «Война и мир». На этот раз он согласился. К слову, с конца 90-х Игорь Матвеевич на экранах появляется реже, потому что есть ряд вещей, которые в кинематографе он категорически не принимает. Это нецензурную лексику, пошлость и кровавые сцены. Он старается избегать всего этого в кино. Актер никогда не был обделен женским вниманием. Еще в студенческие годы он был влюблен в одну замужнюю знаменитость. Женщина была старше парня на добрые десяток лет, но это никак не останавливало молодого артиста. Еще одна яркая веха в личной жизни Костолевского – роман, приключившийся в молодости на съемочной площадке гаража. Поговаривали, что объектом его внимания тогда стала Ольга Остраумова. На тот момент актриса была как раз в разводе со вторым супругом. На съемках картины «Отпуск за свой счет» Игорь Матвеевич познакомился с актрисой Еленой Романовой, коллегой по съемочной площадке, которая в дальнейшем стала его первой официальной женой. Костолевский был старше артистки на 10 лет и поразил ее непохожестью на экранных персонажей. В жизни он оказался надежным, серьезным и заботливым. В 1981 году они сыграли свадьбу, а спустя два года у супругов родился сын Алексей. К несчастью, у мальчика обнаружили астматический бронхит, из-за чего молодой семье приходилось тратить много денег на лечение. Но больше отношениям вредила популярность и многочисленные поклонницы актера, день за днем названившие в его квартиру. Елена Владимировна постоянно выслушивала сплетни и рассказы отчаянных поклонниц, но ревность сдерживала. В конце 90-х отношения между супругами дали трещину. Игорь Матвеевич влюбился во французскую актрису «Консуэлла де Авиланд» и, чтобы быть вместе с возлюбленной, подал на развод. Расставание с Романовой сопровождалось скандалом. Актер с тех пор не поддерживает отношения с бывшей супругой. Свадьбу с француженкой сыграли в 2001 году. Ди Авиланд, всю жизнь ждавшая декабриста, наконец-то нашла его в России и ради него даже покинула родную Францию. Женщина стала официальным представителем РЖД в Париже. «Консуэлла» внесла личный вклад в возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Парижем. За это в 2015 году была награждена президентом России Владимиром Путиным. Детей во втором браке Игоря Костолевского нет. Сын Игоря Матвеевича Алексей окончил факультет международного права МГИМО, а затем поехал в Голливуд учиться на режиссера. Прочтя там Евангелие, он начал распространять его уже в России, выбрав необычный способ. Стоя с рупором у станции метро Фрунзенская, молодой Костолевский произносил речь вроде «Не идите по пути дьявола» или «Когда придет Иисус, все грешники попадут в ад». Мать Алексея поддерживает сына и недоумевает, почему его поведение считают странным, ведь таким образом он пытается добиться того, чтобы люди были ближе к Богу. Другое мнение о поведении сына имеет Игорь Костолевский. Он расстроен, что мать так сильно влияет на него и не замечает, что парень психически нездоров. Как пояснил артист, Алексей уже лежал в психиатрической лечебнице и сейчас состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сам Игорь Матвеевич не активен в социальных сетях, зато его коллеги по сцене нередко выкладывают на своих страницах совместные с ним фото. А на фан-странице поклонники публикуют анонсы фильмов с его участием и различные сведения из биографии. Игорь Костолевский является одним из ведущих актеров театра имени Маяковского. Постановки с его участием пользуются популярностью у зрителей, которые могут в полной мере оценить талантливую драматическую игру. На этом все, увидимся ровно через неделю. Ставьте лайки, пишите комментарии. Игорь Костолевский Игорь Костолевский